Всем привет, меня зовут Ольга, мы наносим декоративные штукатурки и видео сейчас у нас индивидуальное для Ирены, город Кашира. Клиентка у нас уже не в первый раз приобретает, но видео не снимали, как-то так получилось, что вот повторная заявка уже видео, а в тот раз не было. Так, ну для начала, ну во-первых, вот это мы будем наносить, это будет для акцентной стены, Травертина Лайт, новая линейка Гура Декор, очень, кстати, качественный товар, уже многими он протестирован и положительных отзывов уйма. Перед тем, как наносить, я хочу вот такое предисловие, в комментариях мы писали, все же в комментариях пишут, что позитив, шутки, ну что, как будто у меня там юмор какой-то природный или еще что-то, и хочу рассказать коротко в трех минутах, откуда он берется. Во-первых, я его не генерирую, я не генератор хороших идей или какого-то юмора и даже хорошего настроения, я не генератор. Начинается утро, не выспалось, настроение хреновое, не выспалось, я уже заранее устала, я не отдыхала, у меня не было выходных и отпусков никогда, все, я устала, я злая, как собака, на работу приехала, не дай бог, кто-то под раздачу попадет. Значит, приезжаю, телефон, вот взять бы телефон, так, поставщики, товар не вовремя, где товар, почему так долго едет машина, у вас этикетки не те, они у вас отклеиваются, крышки слабые, мы не можем в миксере перемешать, перемешать, ведра раздавливать, надо над этим работать, над тем, работать, где ваши маркетологи, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, значит, тут трубку положили, крови напились, дальше, менеджеры, где слово заказ, почему не написано слово заказ, девки, наверное, посмотрят, сейчас будут ржать, где слово заказ, а где цвет, у тебя написан цвет, а что мне колеровать, я должна из пальца высосать информацию, что мне колеровать, краску, шелк, травертин, что, цвет, все колеровать. Так, тут разобрались, транспортная компания, ну, и что вы думаете, я звоню вам, не знаете, да, я вам подскажу тогда, что я звоню, вы мне ведро раздавили, вы мне второй раз уже за это время ведро раздавили, у вас кто там работает на складе, уроды, это просто твари, твари. И вот теперь, когда мы всем позвонили, с хорошим настроением, несем позитив в массы, ну, такой вампиризм, да, своеобразный, то есть тут подсасываем энергию, туда передаем, поэтому мы ее не делим, ну, шутка, не шутка, но так оно и происходит. Смотрим нанесение. Привет, Ирена, город Кашира. Спасибо за повторное обращение. Я надеюсь, вам нравятся наши менеджеры, девушка вас, Диана, консультирует. И, по-моему, если я не ошибаюсь, экспора сделали бы или нет, но то, пожалуйста, напишите в комментарии отзыв, что все понравилось, не понравилось. Смотрим, ставим лайки, подписываемся, если еще не подписаны. Как обычно, первый слой у нас наносится кварцгрунт под фактурную декоративную штукатурку. Кварцгрунт может быть колерован в основной цвет, ну, допустим, штукатурка у нас основной фон, ну, допустим, синий, и кварцгрунт синий. А если штукатурка разных цветов, то либо мы кварцгрунт оставляем белым, либо колеруем в основной цвет, который будет больше всех присутствовать на фоне. Наносится валиком, это вот такая вот подложка с кварцевым песком. Создает дополнительный слой такой, скажем так, однородной поверхности, однотонной, выравнивающий цвет и шероховатость для лучшего сцепления. Наносим с помощью валика с мелким ворсом 6-8 миллиметров. Валик покажу тоже поближе. Ну вот, обычный валик. И ждем высыхания, ну, скажем так, от 4 часов до суток. Вот такого цвета был у нас планшет MDF, мы на таком наносим. Формат у нас метр сорок на метр, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот у нас некоторые панно проданы, некоторые еще стоят, они продаются. С прошлых роликов, видите, вот это панно под дерево. Ну, то, что поярче было, оно продалось, и вот эти песочки. В прошлых видео мы снимали, если кому-то интересно, то можете леснуть назад и увидеть. Покрываем, оставляем сохнуть и продолжим. После высыхания кварц-грунта мы нанесем травертин лайт. Это новая линейка, достаточно бюджетная. Городекор лайт. Травертин. Наносим слой, растяжка. Этот слой можно нанести на всю стену. То есть нанесли кварц-грунт по периметру, он высох. Дальше нанесли слой травертина. И тоже можно подождать высыхания. А можно и не ждать высыхания, а работать прямо по-сырому. Тут вам нужно понять, как вам будет легче. Люди с опытом, они по-всякому могут. А у кого опыта маловато, нужно искать более легкие способы. Так, теперь мы будем работать по-сырому. Мы наносим тамповку по белому цвету. Мы взяли яркий фиолетовый. Так, покажите нам, пожалуйста, как мы это делаем. Вот таким вот образом. Берем декоративную штукатурку, колерованную, на кельму, наляпываем, нашмякиваем и тампуем по стене. Хаотично. Не полностью по поверхности, а где-то больше, где-то меньше. И можно даже оставлять вот эти вот пустые белые места. Вот так у нас получается. Далее мы возьмем бежевого цвета, той же самой штукатурки. Травертин, линейка Light. И таким же образом тампуем на стену островками. Можно наслаивать друг на друга, а можно их рядышком наносить. Вот эти вот разные цвета. Я рекомендую, прежде чем наносить на стену, потренироваться где-то на куске гипсокартона, например. Или на маленькой стене, которая у вас будет за шторами. Ну, то есть где-то найти себе кусочек стены, где вы будете знакомиться со штукатуркой декоративной и пробовать, как вам лучше наносить. Видео сегодня чистый образец, без лиц. А то жалуются, вот лицо снимают, надо больше нанесения. Ну, вот нанесение, вот оно вот так выглядит. Вот такие вот шлепки у вас получатся. И нельзя ждать, когда они полностью высохнут. Иначе будет очень неприятное ощущение. Чуть-чуть позже мы вернемся к ним. Ну, минут 10. Давайте время назовем. Первый слой, он наносится вот так. Вот так. Тонкий. Как будто бы шпаклюем. По кварцевому грунту просто протягиваем без особых премудростей. И продолжаем тамповать колерованной штукатуркой. Отходим, смотрим издалека, где добавить, где убавить, где побольше, поменьше, пожирнее там, я не знаю, цвет посветлее. Смотрим издалека. Такие варианты, как правило, наносят для акцентных стен, например, зона телевизора, или камин, или диван сзади, да, на фоне стоит, в цвет, например, темного, фиолетового. Ну, вот, то есть подбираем. Подбираем цвет под шторы, под мебель, под какие-то... Я не знаю, там, что можно еще... Торшир, не знаю, если цветов много, то зелень добавить сюда. Масса вариантов. И, кстати, если вы хотите примерно увидеть, как наши варианты нанесения, не только это видео, а любое другое, как оно смотрится на вашей стене, у нас есть услуга экспресс-дизайн. Он стоит на сегодняшний день 1000 рублей за штуку. Что для этого нужно? Вы отправляете фото своей комнаты, именно в фото. Мы примеряем декоративную штукатурку в программе на вашу комнату. И даже если там по полу идет код, то код остается на месте, а декоративная штукатурка у вас на стене. Ну, например, опять же, вот вернемся куда. Ну, хотите вы вот этот образец и посмотреть, будет ли он у вас смотреться на вашей стене? Или вот гротта? Отправляйте нам фото вашей комнаты с удобного ракурса. Ну, мы поможем выбрать ракурс. И мы примерим, и вы будете видеть, что вот это мне точно подходит. Цвет можно также поменять в программе. Например, хочу вот это, но не в синим цвете, а там в сером. Меняем цвет, примеряем, и вы будете видеть результат. Это очень шикарная услуга. И пользуйтесь, пожалуйста, пока она у нас есть, пока она у нас развивается. И стоит недорого. Приглаживать будем на подсыхание. Ну, мы посмотрим, еще белого добавить может. То есть, когда финишный результат пойдет, у нас уже ближе, скажем так. Не будет видно, где что добавить, где убавить. Слава богу, вот эти нанесения в разноцветном виде ихнем, получается, поправлять очень легко. Добавить можно цвета. Вот так у нас получился вид сбоку. И приглаживаем спустя минут 10. Обратите внимание, как это происходит. Можно кельмой или, допустим, шпателем широким, вот как Роман наносит сейчас. И можно еще в разно направленном, ну, то есть, вверх-вниз, а можно еще вправо-влево. Это тоже, как вам нравится. Я вот так отойду, чтобы с телефоном не ходить туда-сюда. Вот так. Мы его сейчас подожмем и будем смотреть, нужно ли что-то добавить. У нас не должно быть четких линий. Границы между цветами должны быть размыты. И пока штукатурка сырая, видите, она размазывается. Нужно будет еще посмотреть, что получается. Смотрим, что бы мы добавили или убавили. Я бы, наверное, беленького чуть-чуть добавила. Две минуты думаем. Подумали, две минуты прошло. Решили добавить белого. Белого чуть-чуть поближе подойду. Что нам даст белый цвет? Совсем немного, совсем немного. Можно даже это губкой делать. То есть, крупные не нужно ляпы. Чуть-чуть мелочь такую наляпать. Что нам даст белый? Во-первых, он скроет переходы цветовые. Во-вторых, он растушует яркий фиолет. И сделает его помягче. Вот так. Во! Красивый тень. Вот так. То есть, фиолетовый яркий присутствует. Но он уже не такой броский, скажем так. Между прочим, нам очень приятно, когда пишут отзывы. Ну, правда, это все зачастую в личку происходит. Ну, то есть, в личные сообщения. Но очень хорошо видеть отзывы даже в тех же самых комментариях. Что там, здравствуйте, я там, у меня все получилось. Есть люди, кто так пишет, что вот мои фото, вот мои работы, и у меня все получилось. Это важно. Не то, что для нас важно, что, ой, вы такие молодцы, и вы прям такие вообще, вот прям спасибо вам. Не это, а именно то, что у меня получилось. Это для нас вот и как раз и является тем, что мы молодцы. Ну, то есть, кто понял, тот понял. Кто не понял, то что, я ничем помочь не могла. То есть, для нас важно, чтобы у вас получилось, и чтобы вы об этом рассказали. Вот так. То есть, все получилось, и спасибо. Мне кажется, вот так будет красиво. Даже приглаживать жалко. Мне кажется, мы сейчас его пригладим, он размажется. А так он, смотрите, как смотрится шикарно. Можно было бы так прямо оставить и слегка подшкурить после высыхания. Вообще, было бы классно. Ну, будем ляпать. К чему сейчас у нас привязывается цвет? Фиолетовый под диван. То есть, фиолетовый цвет вот этот, он подбирался под диван. Бежевый, он подбирался под полы. А белый, потому что, в принципе, нравится. И потому что, с помощью белого можно исправить как раз то, что мы сейчас делаем. То есть, с поверху наляпать, растушевать, где-то что-то добавить, убавить и поправить. С этим умыслом, грубо говоря, выбирались цвета. Вот так уже красиво мне нравится. А вам нравится? Пишите в комментариях. Работа достаточно долгая. Ее нельзя назвать очень трудной, но она долгая. То есть, много раз нужно вас кельмой. Руки устают. Делайте по чуть-чуть, по одной стеночке. По одной стеночке. Немножко ждем высыхания. Приглаживаем. Беленькие части нанесенные. Ну, беленькие верхушки. Вот эти вот штукатурку декоративную. Ждали мы, честно говоря, минут 20. Высыхало не так быстро. Почему? Потому что белая штукатурка нанесена на недосохшую. Ну, вот, допустим, бежевую, фиолетовую. И поэтому у нее высыхание уже дольше. Первый слой. Ну, как вот вам это объяснить? Впитывание в стену, что ли, в том числе, происходит? Может быть, поэтому? А здесь у нас получается, что белая нанесена на сырую поверхность. И поэтому ждать пришлось немножко дольше. Яркая достаточно стена, акцентная. Можно сделать ее бледнее. Ну, то есть, вот фиолетовый посветлее сделать можно. Можно белого чуть больше добавить. Вот посмотрите на эту часть. И можно выше тоже так же поднять. То есть, тоже больше белого. Здесь, вот видите, много фиолетового. А здесь мало. И мне вот это кажется красивее. Но это вот по моему мнению. Но так как у людей разные вкусы, поэтому образ смотрим. Каждый для себя выбирает деталь. И к этой детали стремится. Допустим, хотите вообще без фиолетового, вот так будет. Но он еще не дозажатый у нас. Сейчас мы его доделываем. Приглаживаем. Полностью ждем высыхания. И закончим. То есть, сейчас еще рано. Он еще не закончен. Высохло. И можно либо с помощью шпателя, либо с помощью кельмы убрать все верхние мешающие части, которые острые. Чтобы гладенько стало и приятное на ощупь. Рукой проверяем так же. Ну то есть, трогаем. Прям вот так берем, трогаем. И после того, как у вас все уже почищено, все нанесено, вам нравится цвет, после этого можно покрыть лаком для дополнительной защиты. И на этом все. А так, смотрите. Нравится, не нравится. Пишите комментарии. Заказывайте у нас декоративные штукатурки. Я также напомню, что у нас есть бюджет разный. То есть, от дешевых и до дорогих. И мы объясняем разницу индивидуально, помогаем высчитать площадь. Отправляем в любой город. Готовый вариант. Остается только покрыть лаком. Но покрытие лаком мы уж вам не снимаем. То есть, это уж, я думаю, что вы сможете. С помощью наших 300 видеоуроков на канале. Есть множество, множество. Я думаю, что должно понравиться. Всем спасибо и пока.